Продолжим грамматический разбор суры Аль-Алах с густой кровью. Мы были на пятнадцатом аяте. Мы провели разбор частицы калла, а также частицы лам. Сказав, что это лам аль-муаттая, то есть подготавливающая лам. То есть весь предыдущий урок мы посвятили этой частицы, поэтому перейдем к следующей частице ин. То есть это условная частица, частиц, которые ставят два глагола в усеченное состояние. Частица отрицания, частица усечения, а также замена времени глагола «настоящее будущее время», то есть Аль-Мудария, «настоящее будущее время» на прошедшее время. Мобни аль-с-сукони с неизменяемым кончайным суконом на конце. Глагол «настоящее будущее во времени» поставлен частицы лам. Состояние джазма. Усеченное состояние. Признак состояния джазма в этом глаголе. Удаление слабой буквы на конце. Удалённой слабой буквы здесь является буква «я». Уаль-касра тукабля. Касра – предыдущая буква или предшествующая буква, оставшаяся после удаления буквы «я». Тадулля алейх. Указывает на неё, то есть на то, что здесь была удалена буква «я». Уахо. Вот этот глагол «янтахи» – это у нас фиалю шарты, глагол условия, то есть глагол, который обозначает условия. Уахо фи махалли джазмин би ин. Также он будет на месте состояние джазма посредством частицы ин. Уфаалю его фааль действующее лицо – это домир мустателин фиихи джавазын, скрытые в нём в допустимой форме местомения. Тақдир уху хуа, которое выражено местомением хуа. Уаль-фиалю маа фаалих, глагол «янтахи» со своим фаалем, все это жумлетун фиалитун, жумлетун шарты, условное предложение для частицы ин. А что касается ответного предложения, его ответа, то есть жумлета джавабы шарты, то оно, как мы уже раньше, в предыдущем уроке сказали «махзуфан» – удалено подразумевается мукадарун. Почему? Лидалалит и джавабы лькасими алейх, так как на удаленное ответное предложение указывают предложение, являющееся ответом клятвы. То есть упомянутые в аяте предложение «ля насфаан». Это ответ клятвы. Ответное предложение для клятвенного предложения «валлахи», то есть «уксима валлахи». А предложение, являющееся ответом условного предложения, оно скрыто удалено. Например, это могло выглядеть вот так, например, «ля элементахи насфа бина суети», где «насфа» – это у нас фиалан мударе, глагол «настоящий будущего времени», «мачзуман би ин», поставлен частиц «ин» в состояние джазма, усечённое состояние. «Ва аламату джазме», признак джазма в этом глаголе, «сукону ахирихи», «сукон на его конце». «Ва фаалюхи в фааль», действующий лицо это «домирон мустатурон фиихи в учубан», скрытое в нём в обязательной форме мистемене «такдируху нахну», которое выржено мистеменем мистерзме сфиненим namesою. « Tá искать»ình ses Multif implications и fuera- Networking. Вместе со своим фаалюм действующим лицом всё это джемлетун фиалятун глаголь «предложение», «джавабушкорты в аджаза ухав ans» является ответным действием, то есть предложением, обозначающим ответное действие предыдущего условного предложения. «Илля мьютахи», то есть для джемлети «Илля мьютахи», для вот этого предложения. «у джемлету жабушкорты в адж cafes и являются ответные действия предыдущего условного предложения. В аджуманные Оба предложения составляют условное предложение. То есть это будет вводное предложение. Которое тут вставлен между клятвой, то есть ухсиму, то есть в Аллахе и его ответом. А как мы знаем, подобное предложение не имеет места в падеже. Ла махаля лахаминал-иараби не имеет места в падеже. Дальше. Мы уже приводили это в предыдущем уроке. Ла иллам. То есть ухсиму Аллахе и ла иллам янтахи насфа' и насыяты, потом ля насфа'ан биха. Дальше. Ля насфа'ан лам это ламу чаваби лкасмин. Частица лам, происходящая в начале предложения, являющаяся ответом клятвы. Мабниу аля фатхин с неизменяемым окончанием с неизменной постоянной фатха на конце. Насфа'ан это феулен мударюан. Глагол настоящего будущего времени. Мабниу аля фатхин с неизменяемым окончанием с фатха на конце. Так как он соединен на конце с легким, то есть неудвоенным ноном усиления, которое здесь написано или обозначено в виде алифа. Так как при паузе, при остановке в чтении она заменяется на алиф. То есть ля насфа'а аля хукм или вақфим. Ва нунут тавкидин, нун усиление, это лёгкий нун, са кинутин, нунун хафиф, но это у нас харфан мабниу аля сукон. Харф с неизменяемым окончанием с суконом на конце. Дальше, ва фа'алю и ва фа'аль, действующие лицо данного глагола насфа. Насфа'ан это у нас дамирун мустатирун фиихи въчубан, скрытый в нем в обязательной форме меслемене, такдируху нахну, которое выражено меслеменем нахну. Валь фи'алю маа фа'алих, глагол насфа'а. Со своим фа'алем, все это жумлятин фи'алитин, глагольное предложение. Джавабы лақасым и муқаддаре. Ответное предложение скрытого, удаленного или подразумеваемого клятвеного предложения, то есть уқсиму или валлахи и ля насфа'а. Значит, предложение ля насфа'а это ла махалла хаминал и араби не имеет места в падеже. Потом дальше, жумляты лақасым и вальджаваби клятвеное предложение валлахи, то есть уқсиму, биллахи, и его ответное предложение, его ответ, все это, все вместе взять, будет жумля тунистей на афиятун. Возобновленное новое предложение ла махалла хаминал и араби не имеющим места в падеже. Валлаху алам. Остановимся на этом, иншалла продолжим на следующем уроке.